здесь нас встречает абсолютно станция пахтакор все выложено маленькими кафельными плитками то есть абсолютно все стены выложены кафелем как я думаю вы сами понимаете это все сделано в ручную абсолютно все здания украшены именно кафелем как мне вчера рассказал один таксист что сначала здание строили покрывали золотом то есть три правителя строили эту церковь это место щитки можно тоже будет в стиль раскрасить как станцию пахтакор с просто пиксельной графикой замазать все эти серые электроквадраты вот ступеньки из кирпичей тут мраморная плитка тут огромное количество людей вот смотрите маленькие дверцы на фоне человека который у них стоит вот так вот выглядят ручки так выглядят щеколды здесь такие купола подсветки чем чтобы войти нужно достаточно сильно согнуться в плечах к чему это потому что люди были маленького роста или это так просила здания это неизвестно вот здесь как всегда можно увидеть шикарное оформление потолков вообще всех стен тут возникла небольшая пауза ко мне подошел полицейский сказал что я прошел через не совсем легальный вход легальный вход сюда стоит 50 тысяч сумм для не граждан узбекистана для граждан узбекистана 500 сумм решил все опроводить надо кассы потом сказал что будет скидка и за 40 тысяч сумм я смогу пройти своего поддержкой ну окей чего зря сюда перся поэтому пришлось согласиться на спонсирование самаркандской полиции собственно внутри это выглядит все так вот то самое золото которым все это покрыто наверное это уже не золото хотя блестит убедительно как всегда карни же потолок место для селфи вот то самое золото знаете я могу сказать что вряд ли конечно золото все роспись может быть может быть не помню как называется зувенирная лавка что купить тарелки и сумки и халаты ковры музыкальные инструменты в общем все можно купить я даже опасаюсь узнать сколько это стоит наверняка это все стоит с большим накрутка вот показан фотографии 32 года и мы как-то все восстанавливали вот это видимо место для трона или что для чего это могло и место кому интересно почитать делать паузу читать тут тоже торговля торговля бижутерия не вот первая лет панель которая показывает кстати красноярку завоз дрона сюда наказали вот дроны надо видимо лицензировать открытки книжки это камни показывает как молятся это тридцатые годы двадцатого века то же самое тридцатый год двадцатого века все это стояло и и тут было вообще обширная торговля так что короче торговли здесь это нормальное явление торговля это религия и наоборот ну и тут аналогично показаны фотографии я думаю при желании в интернете вы их все найдете то есть он этот ансамбль разрушался восстанавливался а плитка здесь кстати обычная мраморная ну и еще такой закуток с исторической информацией а вот и информация в инженерах которые все это восстанавливали и строили уже после разрушения за счет чего он разрушился я думаю тоже интернет в помощь вот здесь такая площадь вот такая деревянная входная группа здесь везде идет торговля правда не так бойко как на архивных фотографиях вот здесь уже пурщатка из таких огромных огромных глыб мурамора спасибо я в только снимаю видео предлагали что-то приобрести и давали две минуты на то что смогут меня убедить что кто-нибудь купить хотя после общения с коррупционным полицейским денег у меня стало немножечко меньше вот такая вот урна уже выглядит повеселее ну тут есть спуск инвалидов достаточно лаконично вписанный в архитектуру этого места все обычные деревянные помосты которые могут быть любое время свернуты вот здесь центральная площадь вот еще один забор из кирпича смотрите как много вещей можно сделать из кирпича ступеньки заборы это видимо какое-то историческое полуразрушенное здание вот говорят что в 98 году все это восстановили вот историческая табличка спасибо вот ковры ручной работы здесь подаются и опять же шикарный потолок вот надписи на арабской вязи вот такая резкая мрамора в общем полицейский сказал мне что вот тут вот шикарные ковры ручная работа в прошлом месте куда я заходил и там у нас состоялась как раз сделка по льготному проходу за счет поддержания самаркандской полиции на самом деле коррупцию абсолютно не поддерживаю но в данной ситуации а это было дешевле б мне не хотелось возвращаться назад чтобы проходить через кассу вот тут золотые щиты мечи мечи не заточены просто палки ковырялки халаты с элементами брони копья и так далее но это вот для тех кто хочет себе прикид похожий на тот что был в те времена тут селфи портрет почтовые карточки вот тут традиционное место отдыха висящие кувшины в которых какие кувшины это какие-то местные тыквы что это может быть вот тут догадались что можно по терминалу рассчитаться за все что нужно конечно шикарнее всего выглядят выложенные кафельной плиткой купола здесь уже площадь из булыжников наподобие к печей больших булыжников вот сюда должна по физике стекаться вода кстати урна самое что именно есть обычная вот тут можно себе купить такое место для отдыха все таки почему такие маленькие двери в чем прикол либо это либо раньше люди были меньше ростом камера хранения либо это использовалось для несколько других целей например как аварийный вход и выход вот тут еще написано бахадир главный архитектор место для селфи и опять же шикарнейший потолок кстати я заплатил сторговался скопом на 30 тысяч сумм так что с вас 30 тысяч лайков тут уже классически место для приема пищи кстати надписи на замке с арабской вязью а почему нет ничего на арабском то есть это же одни из богатейших туристов представители арабского мира и почему игнорируют надписи для них это странно вот еще один вид плитки тут очень аккуратно выстрижен газон не выстрижен а высажен выстрижен он не очень аккуратно и вот такое обрамление у электробудки вот такое место для перекуса клумбы лавочки примерно в том же стиле хотя не все и опять же туалет судя по тому что люди стоят возле кассы туалет скорее всего платный но могу ошибаться может быть это и не касса вовсе тут аппарат по продаже снеков тут снова встроенный сбор мусора и вот такие классные перила из вот такой шершавый мрамор тут уже идет торговая площадь вот вот там видимо могила амиры тимура или марзолей как его назвать ну почему то там частично забор я вижу только туда я не пойду вот стандартная площадь для развлечений с прокатом автомобилей веломобилей такие пешеходные тропы вот вот еще один вид плитки причем двухцветной то есть обычная или не обычная плитка но такие должны быть пешеходные плитки ровные и приятные когда ступаешь ногами вот кто то шоу с голубями тут памятник Исламу Каримову кажется это первый и прошлый президент скорее всего который отвечал за восстановление это архитектурные ценности вот еще новая плитка такую плитку мы видели только она была красного цвета вот шикарно выложенное дно у фонтана но ребят у меня обещали фонтаны с первого мая чего они до сих пор то не работают сейчас бы пройти мимо фонтана слегка охладиться было бы кайфовой идеей небольшое граффити фонарные столбы причем это вот декоративная лента слегка поехала на некоторых столбах то есть ее недостаточно хорошо укрепили ну и нижняя окантовка немножечко сместилась видимо растения приподняли ее наверх здесь уже новая архитектура но выполненная в стиле присущей местной архитектурной ценности таже плитка только уже такого песочного цвета чертсу айскрим лаваш и шаурма мороженое лаваш и шаурма то есть может здесь перекусить вот и видит электромобиль и опять же вот эти вот дорожки которые якобы для велосипедистов должны были быть выложены ну неравномерным камнем что естественно велосипедистов отпугивает то есть либо велосипедисты должны ездить здесь хотя здесь на любой скорости сниженная повышенная опять же повторюсь что такая плитка это для автомобилей чтобы они понимали что впереди будет какая-то опасность и нужно снизить скорость но здесь ее использовали преимущественно в виде декоративных целей велосипедисты катаются точно не по ней вот еще один вариант выкладки прямоугольных плиток здесь есть тропа посмотрим куда у нас приедет вот так вот пострижены деревья девушки сидят на травке это хорошо что здесь можно посидеть на травке отдохнуть в теньке ну вообще абсолютно абсолютно разнообразие деревьев вот привезли какие-то мраморные мраморные фрески для реставрации посмотрите как они упакованы то есть это практически индивидуальная упаковка в формате обычной коробки если что-то так пакуется значит это что-то дорогое видимо с какого-то определенного места добывают конкретно этот материал такой шершавый мрамор вот это что я не знаю камни может быть я затрудняюсь ответить что это на камнях есть арабская вязь что это мне тоже неизвестно возможно чей-то могильник потому что дом без окон без дверей это может быть только усыпальницы полицейский который сделал мне льготный билет предложил посетить еще вот это место я издалека вижу что там что-то интересное кстати верхушка перекрыта железными прутьями не знаю берут их или нет но выглядит не по-старинному я думаю в те времена железные прутья не использовали в виде подпорок тут на полу уже современный мрамор стены выкрашены в белый здесь торговля идет более бойко практически в каждой ячейке торговли вплоть даже до второго этажа с у у льго у у у у у у у у опять же шикарные резные двери здесь вот тот самый вход и выход один из хорошо кстати что эти заведения можно входить из разных направлений судя потому что тут наверху снимает туда наверх можно забраться интересно посмотреть как выглядит лестница наверх вот сказали что лестница может быть здесь очень низкий проход каменная кладочка такие бойницы тут уже ступени более исторические вот он сад ну и тут собственно все это заканчивается кстати исторический замок экстра корона и тут двухуровневая торговля вход на второй этаж есть везде там потолки перекрытия тут сувенирная лавка ступени такие достаточно высокие то есть если предположить что ты предположить что у жители были небольшого роста то такие высокие ступеньки получается не должны были на них то есть должны были на них забираться как-то в пол пояса то есть при таком соотношении роста к высоте ступенек ступеньки получались на уровне колена вот теперь представьте как вам ступеньки на уровне колена вот видимо финализируя видео потому что у меня предательски садится батарея вот это белая мечеть тут уже потолок выполнен из дерева вот отсюда пошла вот эта художественная резьба деревянных столбов и тут это исторические кувшины историческая посуда то есть все то что делали в то время металлообработка металлообработка бронза тут лампа такая была масляная а это чаша для подаяния странствующего дервиша качка пилка вот еще вариант это лампа аладина пенал пенал хочу отметить вот золотые страницы с улицы арабского алфавита давайте чтобы вам было понятно что это вот так вот я сниму а вы потом почитаете коран получается вот еще вариант масляной лампы то есть пятисвечник если это произведено в те годы то все это выгравировано вручную это различные женские украшения тут еще образцы книг вот эти какой красивый почерк ну это уже современные книги музыкальные инструменты вот все сопровождается такими постерами вот здесь какие-то странные изображения интересно насколько они имеют отношение к месту где мы находимся вот золотой глобус судя по нему это глобус звездного неба получается вот все созвездия смотрели на таком глобусе это экскурсия ну да судя по всему это те кто изучал небо в арабском мире вот тут все созвездия как они назывались у арабов вот макет где мы находимся тактильная тут все можно потрогать тактильная водорегистра она получается мы с вами были вот в этих двух местах а вот здесь кажется нет ну то есть логично ставить музей возле тех мест которым это музей принадлежит вот исторические камни а вот и двойной азимутальный квадрант короче gps тех времен а вот макет обсерватории нерзова лукбека макет немножечко там наверху потерпел крушение и его почему-то не восстановили не думаю что это так и нужно просто палочка отломалась и я так оставили лежать циркуль такой добротный циркуль ну соответственно посуда посуда еще один пенал вот самое интересное добрались до вопроса денег все батарея у меня светится ярко красным так что на деньгах мы остановимся так что так что так что